Вторник, 31-й седмице, полпятидесятнице, 43-е зачало, Евангелие от Марка. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и быть два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В прочтенном евангельском зачале говорится о вопрошении фарисеев. И как само Евангелие уточняет, это вопрошение было искушением Христа. Точно такой текст, практически тождественный, есть у евангелиста Матфея. И евангелист Матфей говорит об этом тоже как об искушении. Фарисеи, как мы уже не раз выясняли, всегда искали возможность задать Христу вопрос с подвохом, дабы в случае какого-нибудь ответа можно было в чем-нибудь его обвинить. Причем очень часто фарисеи строили вопрос таким образом, что какой бы ответ не был дан этот вопрос, в конечном итоге он бы послужил для обличения в нарушении закона, заповедей или предписаний. В данном случае получается практически то же самое. Фарисеи хотели искусить Христа вопросом о браке. Понятно, что брачные отношения или даже, скажем, чуть более широко брачное право – это всегда сложные вопросы. Искони так было. Не только в христианской новозаветной религии, но и в ветхозаветной, да и в других религиях мира. И многие вопросы, касающиеся именно этих брачных отношений, регулирования брачных отношений, выраженные в брачном праве, это всегда вопросы, требующие очень тонкого подхода. И, безусловно, фарисеи думали, что они смогут искусить Христа. Поэтому задают вопрос ему о разводе. Зачитаем еще раз. «Позволительно разводиться мужу с женой?» – спрашивают Господа фарисеи. И Господь дает им важный ответ. С одной стороны, Он сам их вопрошает о существующей у них практике, которая была установлена Моисеем. Это позволение давать разводное письмо. То есть, по сути, разрешение на развод. Но Сам Господь говорит противоположное. «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. А заповедь, которую дал Моисей, как говорит Писание, Господь определяет так. «По жестокосердию вашему Он написал вам всю заповедь». Удивительные на самом деле слова, которые требуют внимательного прочтения. Это не просто цитата Господом Иисусом Христом ветхозаветного текста. Текста о сотворении мужчины и женщины. Это другая перспектива. Евреи, иудеи, фарисеи приступают ко Христу с вопросом о браке и рассматривают этот вопрос в контексте своей религии, в контексте своих ветхозаветных представлений и предписаний. А Господь им дает ответ, показывающий совершенно другое, что брак мужчины и женщины – это не предписание еврейской религии и не предписание какой-либо другой религии. Это предписание, изначально созданное Богом. Бог изначально творит мужчину и женщину, и они соотносятся с друг другом в отношении, которое именуется браком. И, соответственно, брак существовал раньше Моисея. Брак, как Богом установленный институт, существовал раньше ветхозаветной религии Авраама, Исаака, Якова и всех праведников Нового Завета, и всех праведников Ветхого Завета, и вообще всех мировых религий. Поэтому, как бы ни регулировались брачные отношения в рамках какой-либо религии, так и происходит, есть регуляция брачных отношений и в рамках христианства, и в рамках ислама, и в рамках иудаизма, но сам институт брака – древнейший институт, древнее всего, что есть на белом свете. И как бы человек не пытался регулировать институт брака, он должен понимать, что не человек, не религиозные служители устанавливают брак. Брак установлен самим Богом. А если брак установлен самим Богом, то нужно понимать, что нет настоящих, сильных, глубоких оснований вмешиваться и разрушать то, что благословено и установлено изначально Богом. И как бы фарисеи, вопрощающие Христа, не считали, что у них есть власть вмешиваться, разводить или сводить, на самом деле у них нет такой власти. Потому что брак, брачные отношения, институт брака возник гораздо раньше их религии и гораздо раньше всех этих предписаний и установлен самим Богом. И если и есть вот эти вот предписания, в том числе ветхозаветные по разводу, то, как сам Господь говорит, что Моисей дал эти предписания по жестокосердию. То есть здесь в этих словах Господь показывает очень важный момент, что по-настоящему брак должен быть единственным браком. Брак должен быть таким, что у одного мужчины одна женщина, и у одной женщины один мужчина. Как и было установлено в раю, когда Бог сотворил Адама и Еву. А всякий, как бы сейчас сказали, развод — это, увы, к сожалению, противоречие божественному богословению. И да, безусловно, есть разные причины для развода, и есть причины важные, и к ним нужно быть внимательным, но в любом случае это всё равно идёт вразрез с изначальным замыслом Творца. И смысл этих евангельских слов, сказанных Господом Иисусом Христом в ответ на вопрошение фарисеев, именно напоминание о важности, величии, первоначальности и святости брака. Субтитры создавал DimaTorzok